Приветствую смотрящих, продолжаем проходить SGM Геонезис Аддон. Смешно получилось, да? Я не обновил Бусти, хотя в конце прошлой серии сказал, что сегодня ночью обновлю. Но так получилось. Но после этого ролика, ну точнее я после записи пойду обновлять. И скорее всего, на момент, когда уже выйдет этот ролик, Бусти уже будет обновлен, сможете ознакомиться. Это уже инфа 100. Будет смешно, если у меня опять будет лень. Ну ладно. Так, чё мы тут? Потихонечку выполняем квестики на Юпитере. Мне дали... Чё мне дали? Мне пока ничего не дали. Но можно взять некоторые задания у учёных. Добить их уже и отправиться на Затон, делать дела там. Так, есть информация по поводу моего участия в исследованиях. Я готов помочь в проведении замеров. Да, я помогу. Всё, до встречи. Не люблю это задание, но чё поделать, терпим. Привет-привет. Кстати, сказали, что я не могу забрать проценты, Потому что я типа скипаю время сном. Пипец несправедливо. Так, чем раньше закончим, тем целее будем. А в аномалии что-нибудь есть вкусненькое? Походу тут только вкусные токсины. Так, кабаны. Замер пошёл. Замер пошёл. Чё-то не ощущается 95 урона. Либо просто кабаны такие жирные. Так, мне надо психоделин бахнуть сейчас. Готово. Главное сделать так, чтобы они вообще не отвлекались. И всё было нормально. О, идут. Блин, не получилось. А чё кабан такой жирный? Вы видели, сколько он выстрелов впитал? Это адекватно? Уебите мне ещё. Давайте, я на лоу хп как раз. Всё, мужики. Отбуй. Чё, копыт такие не выпали? Не, вроде копыт не вижу. Вижу только валяющийся калаш от зомби, которые тут были когда-то. Сканирование электромагнитного поля закончено. Жду легендарную фразу, пора выбираться. Хоть к чёртовой бабушке, но выбираться. Бедная бабушка. Чё-то подозрительная тишина. Ещё же плоти должны напасть, не? Походу, больше никто не нападёт. Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Или нападёт. Акустические данные только завершились. Да, плоти идут. Я иду навстречу плотям. Плоти. Обратите на меня внимание. А эти дебилы всё равно загорелись. Жаль. Ладно, глазики пособираю. Там на этом заводе, как обычно, возня какая-то. Акустические данные по всем диапазонам получены. Всё, давай, пора выбираться. Хоть к чёртовой бабушке, но выбираться. Да? Или нет? Вот этот стоит, типа, командует, а сам исследование не делает. Хотя, наверное, так задумано. Я почему-то думал, что они все, типа, тыкаются в детекторы. Ну? Ещё чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти всё. Ну нет, ну какая ещё одна волна кабанов? Сканирование торсионного поля закончено. У меня уже... Так, сработает здесь всё. Пора выбираться. Хоть к чёртовой бабушке, но выбираться. Вы видите, сколько этот кабан терпит? Интересно, со спасом было бы так же? Что-то, опять же, либо кабаны жирные. Хотя, вроде, до этого я их спокойно убивал. Или, может, они конкретно для этого квеста жирные. Я не знаю, но что-то дробовик едва их ковыряет. Так, тут замеры готовы, двигаем дальше. Идём к пепелищу. Ну, тут сейчас надо будет с винторей заработать, это намного проще. О, блядь. Я слышал, как мы, этот, зомби заспаунили сразу после того, как мы там задеспаунились. Тем целее будем, всё правильно. Так, я уже... Чё, с кем? Кто-то есть? Ёпта, чё за звуки? Нормально всё у вас? Ну, тут, скорее всего, зомби какие-то сидели заранее. Так, что это было? Видели, какой-то луч жёлтый пролетал. Я буду сидеть здесь и жёстко отстреливать зомби. Вон идут. Можно тем, кто в доме... Не, не сдвоенную. Давай вот обычную гранату закинуть. А то они что-то долго идут. Хм, покоцал только одного. А чё они заранее стреляют? Так, нечестно. Они пытаются специально заагрить моих ребят. Где справедливость? А чё у меня глубина резкости включена? Мы не одобряем глубину резкости. Странно, что она включена. Я вроде вырубал. Патронов, кстати, на винтрейс не так много. Надо будет как-нибудь купить потом. О, видели, как отспавнились? Чисто вывалился. О, ещё эти прут. В смысле? Подожди. А почему второй валяется? Ты его сам убил? Хорош. На наших работает. Этот вообще куда-то не туда пошёл. Ох, я помню, как в лонг-роуде со сканированием что-то не так было. Я не помню, что именно, но серия называлась «Адское сканирование». Наверное, у меня там жёстко жопа горела. Так, акустические данные. Это ещё значит, что он где-то 2-3 реплики закинет. И потом уже будет всё. Сальтуха от зомбятины. О, вы уже по трое спавнитесь, я смотрю, да? Жёсткие ребятки. О, там с пулемётом кто-то идёт. Ни хрена себе, смотри, пули как летают. Где там пулемёточ? Нет, он через дом пошёл. Он, походу, через дом пошёл. А, вон он гуляет. Но это не он. А, вон пулемёточ. Вот бы пуля долетела и попала. Было бы славно. С измерением торсионного поля почти всё. Сканирование торсионного поля закончено. Всё? Отлично. Терпите. Я пошёл зомби обыскивать. Правда, вряд ли я найду что-то, кроме там каких-нибудь синеньких бинтов или красненьких бинтов. Но вот аптечки это радует. Эх, а была бы у меня уже хакерская утилита. Но сегодня я её получу. Я бы денежки лутал уже зомби сейчас. Было бы приятно. Тут ещё кто-то есть или нет? Вроде кто-то отмечается. Но вроде я никого не вижу. Странности. А, нет. Никто не отмечается. Это сталкеры были. Ну, вроде всё. Обыскал. Уходим. Парочку аптечек. Немного патронов на дробовик. Надыбал. Я, в принципе, доволен. Чё? Готов двигаться обратно к бункеру? Выдвигаемся. Так. Вы получили результаты замеров от группы, которую я охранял. Ага. Всё. Хорошо. Есть ещё какая-нибудь для меня работа? О, детектор Верес дали. Кое-что есть. Нужно узнать о последних разработках завода Юпитер. Мне очень нужна техническая документация, касающаяся последних. Думаю, эти документы следует искать в административном корпусе завода. Хорошо, я поищу. Ага. Ну, это потом. Я уже сейчас на затон собираюсь. По поводу материалов. Пока мне нечего вам сдавать. Научный сотрудник. Я получил достижение. А, прикольно. Ну, всё. До встречи. Почему Герман нанял меня? Понятно. У меня новости. Ты был прав. Пока мы проводили замер, мутанты не давали нам покоя. Понятно, короче. Сейчас придётся ещё один сканер идти ставить. Но я сказал, что нужно доделать работу учёных. Потому что потом мне будет впадло. Так что пойдём. По пути вот СГМ-тайник залутаем. Броня у меня, конечно, уже в говно. Но я надеюсь, что я в ближайшем будущем куплю новую. Не знаю. Скорее всего, пока это не экзоскелет будет. Надо что-то такое лайтовое взять. Может, севу какую-нибудь. Экзоскелет потом в будущем. Не хочу сразу перепрыгивать. Да, тут где-то мутанты гуляют. СГМ-тайник у нас внутри, да? Тогда надо с крыши прыгать. Ой, с крыши, с моста. Ну, на крышу. Всё правильно. Плюс тут могут оказаться инструменты. Не думаю, что их перепрятали. Не, ну их перепрятали, конечно. Но это место всё ещё хорошее для инструментов. Я бы на месте разрабов не перепрятывал. Так, тихо-тихо. Аномалия не души. Не надо, дядя. Так-так-так, сныкаться, сныкаться. Ага, ещё раз сныкаться. Замечательно. Хотя куда? Там уже некуда ныкаться. Надо дождаться, когда она сейчас пролетит. О, бандиты куда-то идут. Или кто это? Так, ну вот он, СГМ-тайник. Но инструментов что-то я тут не нашёл. Дум-дум и кевларовая пластина третьего уровня. Повышение пылестойкости 13. Неплохо. Но у меня слотов под это дело нет. Артефакты как будто бы важнее. Можно ещё тайник оригинальный забрать вот здесь? Или он не здесь? Не, он, видимо, на другой стороне. Патроны. Подожди, а тут же СВУ лежало раньше или нет? Или так всегда было? Странно. Так, эту штуку юзаем. Ну и идём дальше. Шла шестая серия. Я всё ещё не скачал миникарту другую. Ну ладно, я уже привык. О, полученная медаль первенства ветерана. О, СГМ-тайник рядышком, спасибо. А это так совпадает всегда то, что мне рядом дают тайник за повышение? Или оно специально подыскивает, типа, ближайший тайник? Так, ну и сколько мне дадут? 5 тысяч. Ну, я уже ветеринар, получается. Тайник у нас в палатке, по всей видимости. А, ебать, а палатка-то с аномалией на входе. Неприятно получилось. А может, тут как-то можно будет её авантюрненько забрать, не заходя в палатку? А? Или нельзя? Видимо, нельзя. Блин, а как? Оно, в принципе, тут на краешке, ладно. Так, опа, научный медкомплект. Блин, это, конечно, можно наёмника поднести, но это научный медкомплект. Пошли они нахер, я им обычный принесу. Научный мне. Что это вообще? Метамфетамин, ЧЗХ. 300 секунд, восстановление сил дают, ни хрена себе. И ещё какие-то таблетки красивые. Титан. Короче, это как Геркулес и Энергетик, только супер-жёстко усиленные. Прикольно. Титан, это реально здорово. Ай. Чё надо? Иди отсюда. Хотя, вроде... Ну а, надо на кабанах проверить оружие. Вот мне интересно, кабаны в квесте специально жирные были или кабаны всегда такие жирные? Хотя, учитывая начало, как я там пытался кабанов ковырять, мне кажется, они всегда такие жирные. Да, откуда вы берётесь? Ну вот эта собака тоже нормально впитала. Блин, у меня складывается ощущение, что дробовик говно. Пока что. Но я не знаю, а чё, там условно Сайга или Вепрь будут лучше. Хотя, у меня уже есть Книженция на Вепрь. Так, я токсик или не токсик? Я токсик. Надо принять антитоксин и не заходить в доту больше. О, это сейчас стоять, пердеть в этой аномалии огненной. Блин, а у меня ещё и броня в говно. Я напоминаю. Это грустная перспектива. Ну я, наверное, поставлю и отойду. Надеюсь, так можно сделать. Всё, выходим. Снорков буду отстреливать на дистанции. Владимир Буряк. Ничего себе. Жёстко. А вот тут я... А, так вы всё равно отсюда прёте. У тебя некоторые там всё равно спрыгивают сверху, типа. Алло, обратите на меня внимание, я здесь. Капец, я кривой-косой. О, огненный снорк. О, паркуристы пошли уже прыгать. Минус. Ну да, они на меня идут. Это радует. Одного разорвало нахрен. Жаль. Так, стопки забираем. Почти с каждого выпали. Надо как-то этого заагрить. Или он уже... Он уже, он идёт ко мне. Готов. Тоже выпала стопка. Слушайте, ещё ни один снорк не подвёл. Жёстко. Чё, давайте, кто там ещё? Так, получается, этот квест, что ещё мне остаётся? Ну, аномальное растение, это, по-моему, чтобы дать костюмчик военному, да, задание. То есть, это потом. Ну, сканеры, они меня ещё дополнительные попросят поставить. Чё, где вы там? А, я стрельну, чтобы вы обратили внимание. О. Блин, ну ты, конечно, дропнул. Ну, ладно, я всё равно смогу забрать, наверное. О, всё, погнали. Больно, больно, больно. Сканер забрал. И улепётываем. Как можно скорее. Всё. Бежим обратно к учёным. Жалко, GPS-проводником нельзя между локами перемещаться. Ну, наверное, это было бы слишком эмбово. Особенно, когда ты получил бы альтернативный. То тогда, да. Проводники вообще, ну, бедные проводники просто. Никто не платит, блин, все GPS-проводниками пользуются. Вы кто? А это обычные ребята? Бля, выглядели как Атрет Альфа, если честно. Просто вот заспаунились. Ещё и в таком большом количестве. Но Атрет Альфа у меня выключен. С Атрет Альфа, кстати, можно деньги фармить, как писали. Но, если честно, я уж лучше победнее буду, чем Атрет Альфа постоянно херачить. Которые просто всю игру меня будут преследовать. И буквально, ну, просто дрючить. Вот вроде бы ничего сложного, да? Но неприятно, когда тебя дрючат, согласитесь. Кстати, подписывайтесь на канал. Внезапно так, да? Да, короче, я что-то в комментариях увидел. Кто-то предложил вернуть вот эти вот юбилейные ролики длинные. И я что-то подумал, может реально что-нибудь придумать такое интересное. Так, расстановка сканеров. Я согласен. Получить у техника сканеры очередные. Давай. Я должен получить сканеры. Так, куда мне их теперь ставить? Пепелище, вот этот шляпец и куда еще? А куда еще? А, или всего два, подожди. Да, всего два. Ну, пойдем. Можем, наверное, к рассвету заглянуть или не можем? Блин, я вроде уже хочу покинуть Юпитер. Но все меня то, что задержит. Не, давайте, ладно, рассвет потом. Тем более, это отмечается как главный квест. Рассвет потерпит. Не хочу спидранить желтые задания. Хочу по белым бегать пока. Можно будет, кстати, после расстановки сканеров телепортироваться GPS-проводником к ученым, чтобы время немного не терять. Все равно, чтобы получить альтернативный, мне же нужно именно использовать, а не просто хранить. Поэтому. Можно, конечно, запотеть, посмотреть гайды, где они спавнятся и сразу их все найти. Но что-то пока олень, если честно. Так, сканер установлен. Выбегаем отсюда да поскорее. Используем аптечку. Ну и можно психодолин сразу, потому что у меня еще прошлые токсины не до конца там вывелись. А тут новые подоспели. Можем тайник вот этот по пути забрать. Вообще, блин, ну-ка, я прямо сейчас возьму и чекну. Какой у меня экзоскелет был? У меня был не экзоскелет, у меня был какой-то синенький костюмчик научный. Скорее всего, это тема ученых все-таки, да? То есть, наверное, в этот раз я возьму что-то другое. Так, а где тайник, собственно? Забавно, он под деревом, но отмечается немножечко не там. Ладно. ЛРочка, очередная лишняя, но пока тяну, наверное, возьму с собой. Нужно будет по возвращению на затон кардану жестко поназдавать на детали всякой хрени, артефакты в том числе. О, привет, ты мне нужен, иди сюда. На нахрен, он даже добежать не успел. Я иногда люблю, знаете как, по кадрам пересматриваю такие моменты, когда вот там мутантов растягивают, когда они умирают. Это вот зомбиами часто случается, гражданскими. Но этого тоже что-то расколбасило, по-моему, в моменте. Все, сканер установлен, ну и давайте используем GPS-проводник. Где он тут? Где эта линза дурацкая? Вот она, давай сюда меня. Опа, произошел перенос, всем привет. Они, наверное, охренели, я прямо у них заспаунился. А что, мне награда не полагается за это? Видимо, нет. Я думал, награду дадут. Капец. А нахрен я сюда прилетел, тогда есть идеи? Походу, нету. Ладно. Кстати, пишут, что дядь Кояр делает все грейды. Ну, я знаю, да, то, что там через X можно открыть эту менюшку. Но говорят, что цены жесткие. И, в принципе, я солидарен. Я уж лучше прокачаю уже кардана до конца. У меня там половина деталей накоплена. Еще половину собрать. Собрать инструменты. Тем более, что все они на затоне, по идее. И уже у меня будет жесткий техник, у которой я смогу все, что хочу делать. Так. Ахахахаха. Ахахахаха. Расскажи, как ты побывал в Уазисе. Ты трепло. Я был в Уазисе. Ничего похожего там нет. Пока. А у Азота руки откуда надо растут. Ладно, я пошел отсюда. Давай. Переход на Скадовск. 3000. Наконец-то, Скадовск. Господи. Я скучал по тебе. Слышишь тут это? Или уже не это? На счет задания пока не нашел. ББ. Так, что делаем? Ну, сначала давайте сдадим флешку, конечно же. Я по поводу задания. Вот. Папка с чертежами и инструкциями для усовершенствования снайперских винтовок. Насчет Курьера ты прав был. Гнилой насквозь. Пытался Гавайцу чертежи сбагрить. Да не успел. Братва его прикрыла. А Гавайц честно оказался. Мне обо всем этом рассказал. Правда, Таинчок Курьер все равно пришлось поискать. Хорошо, а то Азот поди уже заждался. Держи, вот твоя награда. Курьер уже теперь придется только проверенных нанимать. Ну, так что насчет теперь специальных хакерских утилит? Конечно, уговор есть уговор. Сейчас я запишу необходимые тебе установочные файлы на диск. Помню, ты говорил, что они не бесплатные. Естественно, не бесплатные. Ты думал, что вот так вот все просто на халяву достанется. Хотя я сделаю тебе скидку за то, что хорошо на мне поработал. Вот пять тысяч будут, и будут тебе утилиты. На, Мираед, давай свои утилиты. Да, вот они, на диске. Скопируешь корневой каталог. Кряк в папке Readme. Жми инсталл и богатей, понял. Если еще что интересует, обращайся. Помогу, чем смогу. Ясно, бывай. Так, надо покушать. А вот такой вот DVD-диск. Используем. Утилиты успешно установлены. Получена возможность распоряжаться капиталом на любом найденном и взломанном КПК. Слушай, друг, у меня к тебе дело. Мне нужна информация и инструменты для создания спаянных гранат. Думаю, я смогу тебе в этом помочь. Постараюсь к ночи уложиться. Я скину тебе на КПК сообщение, когда приходить. Да, чуть не забыл. Новиков говорил, что подобным инструментом могла комплектоваться военная техника. Ему такие принесли наемники, которые успели раньше меня обчистить упавшие недавние вертолеты. Деньги приготовил заранее. Дороговато, конечно, но ничего не поделаешь. Все будет как нужно, не беспокойся. Тогда будь на связи, бывай. Так, что теперь? Поднять кейс монолитовца. Принести заказчику обещанное. Да, тремору надо квест сдать. Давайте так и сделаем. Трещу, пламя есть. Да, у меня все с собой есть. Ну, я принес тебе то, что ты просил. Теперь давай насчет оплаты. Отлично, выбирай. Либо забираешь наличкой, либо медкомплектами. Смотря что ты подразумеваешь под медкомплектами. Давай медкомплектами сначала. О, если что, загляну, бывай. Во, вот это, блин, ну армейский. Ну, блядь, ну жир на наемникам будет. Ну, ладно, терпим. А что им там, сколько единиц надо? 8 же всего, да, типа? Ну, то есть мне еще 3 медкомплекта, либо 3 ИРПшки надо взять. Ну, ИРПшки дорогие, зараза. Читая, зашел в окно торговли с тремором, и все зависло нахрен. Походу, это краш. Что там, ранение облучился? Нет, блин, по тебе соскучился. Воссоздал старый мем, который я видел 100 лет назад. И 100 тысяч раз. Что, Сыч, давай по традиции в очко. Я тебя уже столько раз облапошил. Надо еще легчайший косарь в моей жизни. Все, давай, откисай. Так, ну что, привет, дружище. Держи вот эти штучки. Детектор еще, наверное, сдам. Так, лунный свет. Блин, он хороший. У него, типа, всего много, но как будто бы маловато. Ну, вот именно по самому качеству показателей. Вот это скину. Ай, райское яблочко тоже держи. Кстати, это все время было райское яблочко. Я думал, это пламя. Да и глаз держи. Короче, все артефакты отдам. Поскорее бы уже набить эти детали. 50. Так, я принес тебе с хозного барахла. Я рад. 68. Блин, еще 12 где-то высрать надо. Что ж ты будешь делать? Ладно. Ну, Велес, я ему точно не сдам на детали. Пошел ты в жопу. Мне это еще по квесту в будущем пригодится. Сколько там надо было пацанам с бункера принести штучек всяких? Ну-ка где? Так, вот. 10 стоп-снорков. 5 щупалец кровососа. 3 руки беру. Руку контролера. Окей, ага. Может, что-то у меня из этого есть? Буду с собой таскать. Нет. А, ну рука контролера есть. Возьму. Буду с собой таскать. Так, выверт, поющая пружина. Короче, я, наверное, все сдам. Все артефакты, чтобы уже максимально приблизиться к этой цели. А давайте еще пластину дам. Не думаю, что я хочу вешать пластину на пояс. Я хочу другие немного характеристики. Поэтому. 74 детали. Ребят, еще 6 деталей и будет нам счастье. Правда, где их взять, я не знаю. ИРП почем? 6 500, 5 500. Давай за 5 500. И по обужу сохранения, пожалуй. Но я не думаю, что это преступление прям. Куплю 3 ИРПшки. Попробую пойти наемникам занести. Ах, ты собака. Ты не продаешь? Или типа что? Мне не повезло? Или тут защита от таких, как я есть? Чтобы не перезагружались. Дабы ассортимент обновлять. Нет, это мне просто не повезло. Тогда роляем дальше. Как говорится, где твои ИРПшки, а? Черт. Да ты что, издеваешься, что ли? Куда ты их засунул? Они у тебя были, я видел, я знаю. Во. Давай еще одну. Ради. Умоляю. Ну, здорово. Какими судьбами на нашу посудину? О, все, надеюсь, этого хватит. Пойдем к наемитам. Поду инструментов, пока я херней страдал. А, надо сейчас с агентом встретиться. Смотрю вот ролик с инструментами. Короче, у них 6 вариантов спавна. Не знаю, как будто бы проще реально поднакопить просто электронных денег и купить... Блять. И купить наводку. Ну и зато будет честно. А не так, что в гайдах посмотрел. Да, наверное, давайте так и сделаем. Но если бы у каждого инструмента был один вариант спавна, я бы заобузил уж, извиняйте. Не смог бы удержаться. Тем более, что хакерская утилита у нас теперь появилась. И буду надеяться, что электронные деньги будут течь рекой. Что я, конечно, слабо верю. Но я нажал на какие-то инструменты, он продавал наводку за 3000. Не знаю, так со всеми инструментами или только с конкретным набором, на который я нажал. Но надеюсь, что со всеми. То есть это 9000 в общей сумме надо. Так, где ты там, агент, который говорил мне, ночью подходи, дуги несколько дней прождал. Ты мне, я тебе. Гомер или ада. Ну вот и ладно. Формальности соблюдены, приступим к делу. И не страшно было, почти к самому Скадовску подобрался. Не проще где-либо на окраине встретиться? Значит, не проще. Ну и какие еще мог быть указания? У меня же уже вроде есть задания. Планы командования относительно тебя несколько пересмотрены. Сутки назад в штаб поступил очень интересные, до сего времени неизвестные сведения. И было принято решение проверить их через тебя. Какие сведения, если не секрет. Стали известны некоторые подробности, касаемые того, по чьей вине произошел второй взрыв и возникла зона отчуждения новая. По всей видимости, это произошло в результате эксперимента, проводимом именно здесь, в зоне. И с никакими пришельцами это все не связано, во всем виноваты люди. Интересно такое слышать. Ну так что, по-вашему, это могло быть? Командованию стало известно о том, что на протяжении почти 20 лет, сразу после первой катастрофы, здесь, в окрестностях Чернобыля, возник целый ряд секретных оборонных лабораторий, занимавшихся различными разработками. И чьи это были лаборатории? До развала Союза были наши. Потом же в 90-е финансирование пошло из-за рубежа. Кто этим занимался, нам неизвестно. Знаем только, что часть этих лабораторий занималась различными исследованиями в области генетики, в том числе и на людях. Другие разрабатывали новые виды оружия, основанные на новых физических принципах. Однако основным их проектом было проведение экспериментов над ноосферой Земли. И есть мнение высших чинов, что именно неудачный или же наоборот эксперимент над ноосферой послужил причиной возникновения зоны. В чем конкретно будет заключаться моя задача? После второго взрыва часть лабораторий перестала функционировать, но в других работах были продолжены. В донесении было упомянуто что-то о проекте осознания и его влияние на зону. Командование поставило задачу выяснить, чем же на самом деле является проект осознания. Какую именно информацию вы хотите получить? Для начала необходимо собрать подробную информацию обо всех лабораториях, существовавших в зоне. Так наши аналитики смогут выяснить, в чем заключалась роль проекта осознания во всей этой истории. Дальнейшие указания получишь позже, после того, как соберешь все сведения про секретные лаборатории под индексом X. Но и сколько же всего этих лабораторий? Точно неизвестно. Предположительно около 10, но тебе не обязательно разыскивать каждую из них и лезть туда. Достаточно будет раздобыть просто сведения или какие-нибудь бумаги, касаемые X лабораторий. Для начала же я советую тебе поговорить с информатором, возможно ему что-то известно по этому поводу. Хорошо, я все понял. Кстати, когда соберешь всю информацию, сообщи об этом информатору. Дальше он скажет, что делать. Успехов, майор, и тебе того же. Интересно. А в СГМе 2.2, по-моему, уже первая встреча проходит вообще, ну, типа, где-то там в трубах. Или это мне просто так повезло. Но я к тому, что там мне просто снарягу выдают же какую-то, да? Я помню, там какие-то очки были или что-то такое. С Найтвиженом. Ладно, я иду к наемникам. Заодно вот этот тайник надо забрать. 18.55, кстати, можно будет дотерпеть до процентов. Че, коготь, удивишь меня? Или ты, как обычно, пустой? Ну, конечно же, как иначе-то. Можно еще в соснодуб залететь, раз уж я рядом прохожу. Так, тут что-то имеется. Давайте бахнем антидот, чтобы нас не сильно жахало. Два артефакта, то есть не только тот, который наверху. Ну, погнали. Опа, вывалилось говно какое-то. Что ты такое? Ведьмина слеза. Термо-хим-защита 11, радиация 2. Второй тип аномальности довольно-таки распространенный в центре зоны артефакта. Имеет продолговатую форму ржеватой капли с зеленым отливом. Образуется вблизи аномалии жарка. Увеличивает сопротивляемость высокой температуры и радиоактивен. А теперь лезем на самый верх. И здесь уже находим колобок. Всем знакомый нам свойства у него, как обычно. Привет, что надо? Ладно, из плюсов у этого дробовика хорошая скорострельность. Может, если его прокачать, он будет супер жестким. Но пока он такой, среднячок. Не сказал бы, что он намного лучше спаса. Хотя, опять же, я думаю, показатель урона-то не врет, правильно? Я надеюсь на это. Так, находим тут КПК шутника, а также крутой противогаз. На самом деле, кажется, на него можно забраться с холма. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, шаль, после ссоры с карданом и баржей пришлось переться сюда одному. Зато, как притащу я артефакт, тайник дойдет, кого надо было слушать. Да-да, конечно. А чей у нас тут тайник? Фантома. А, я же его вроде пытался достать. Или что? Что произошло? Я не помню, что произошло. А, я вспомнил, он же под этот внизу. Тьфу. Опять на те же грабли напоролся. Так, ну ладно, я сюда пришел не ради тайника, я сюда пришел в аномалию заглянуть. Собаки, где-то, на фоне лая. Блин, такой реалистичный звук. Как будто я на улице нахожусь. Не люблю собак. Плюс боюсь немного. Вчера гулял, просто толпа собак. А села у заправки, и что-то они там выясняли друг с другом. Ебало мы ее приставили. Я сразу шаг замедлил. Ждал, пока они дорогу перебегут. Так, ну что, делаем сейв и смотрим, интересуют ли их мои прибамбасы, которые у меня с собой. Или этого мало, потому что я не помню, сколько единиц надо. По-моему, 8 по дефолту. Да, все. Так, лаги усиляются, но мы сразу же сдаем этот класс. Держи. Не за что. Все. Лаги пропали, фризов больше нет. Можем спокойно перезалутать вот этот тайник. Тут у нас еще два дополнительных ИРП. Ремнобор для бронекостюмов. Но я не уверен, что, во-первых, я смогу. Во-вторых, что я хочу чинить. Давайте посмотрим. О, ну я фулл починился, да? Ну давайте, наверное, так сделаем все-таки. Ну, типа, починим броню, потому что я не думаю, что я прям вот сегодня там или завтра куплю новую. Хотя, возможно, завтра и куплю. А может и послезавтра. Но, короче, в те же жаркие вообще впадлу бегать с таким состоянием. Так, вот эти штуки вскрываем тогда все. Ебать, они еще больше килограмм стали занимать. Я думаю, будет наоборот. Вот это надо все выбросить. Оно мне не надо. Ну ладно, че, Геркулес бахнем. Не то, чтобы это какой-то ценный редкий ресурс. У меня вполне достаточно этих Геркулесов. Так, немножко сейчас побегаю, потому что помню, что где-то здесь был СГМ тайник. Точно уж не знаю где, но... Смотрите, наемник такие. О, толпа аптечек. Ну, куча аптечек, толпа, блин. Ща заберу. А они использованы. Вот тут как будто тайник какой-то был, не? Или мне приснилось? Или вот тут на крыше что-то можно найти? Да, на крыше действительно что-то есть. Какой-то ящичек. И в нем у нас просто противогаз. Жаль. Привет, ребята. А нахрен я к вам открывал доступ, если у вас нет инструментов? Вопрос созрел. Нахера? Главное, зачем? Может у вас какие-то новые задания будут? Ну-ка. Нет, не будут. Ну, может потом будут. Ну, короче, ладно. Я сделал квест просто для галочки, считайте. Ну-ка, в цирк заглянем. Посмотрим, что там по артам. О, тут еще и кто-то есть рядом. Ну, я, наверное, пешочком побегу на Скадовск. Процентики забирать. А то, мало ли, засчитает как скип времени и все. Или нужно именно вот, типа, допустим, до 19.59 я могу переноситься. А вот дальше уже нельзя. Шарик. Неплохо. Да, я починил броню. И, в принципе, блядь, я вроде живу в жарке. А вроде не живу. Ну, вроде живу. Нормально. 19.50. А, так это бандиты. Они меня все равно не перенесут. Один хрен придется на ногах топать. Красивый бэкграунд, да? Прикольный. Ну, такой шакальный, конечно, но. Что поделать? Игра не новая. Мод тоже. О, а вы кто? А, тоже, наверное, бандиты, да? Ты кто, мужик? Ну, ты выглядишь как бандит. Ты и есть бандит, в принципе. Кто ты? Степка Градус. Понял. Злой ты какой-то Степка Градус. Так, бегу на Скадовск, забирая проценты. И поговорим с информатором. Посмотрим, что он нового скажет. А там уже будем решать, что мы ее делать дальше будем. Что-то я думал, на затоне-то дел поприбавится. А в итоге как-то пук с ренькой и все. И делать нечего особо здесь. О, активировано время сбора. Замечательно. Я иду, иду, да. 17 171. То есть 1,7, 1,7, 1. Жесткая цифра. Ну, на халяву каждый день 17 тысяч получать. Звучит не так уж и плохо, правильно? Я, конечно, там 100 тысяч вложил для этого. Но, с другой стороны, я могу... Блин. В любой момент их забрать. Без каких-либо проблем. Так что считайте, что эти 100 тысяч... Они у меня как бы есть в кармане, но как бы и нет. Так, я по поводу твоих услуг. Депозит. Хотелось бы вернуть свой вклад. Проценты. Спасибо. 50 тысяч у меня этого. Так, теперь ты. Тебе что-нибудь известно про проект ОСОЗНАНИЕ? Вот ты сразу о чём. Да если честно сказать, никому ничего про него не известно. И это даже скорее не проект, а нечто большее. Пожалуй, главная загадка Зоны. Но ходят слухи, что это просто группировка сдвинутых учёных, работавших на ЧАЭС и уничтоженных стрелком во время его второго похода в Зону. Но я, если честно, не совсем в это верю. Почему? Да никто не знает, были ли они вообще. Эх, вернуть бы мне память. Наверняка они раньше, чем 2 года назад возникли. Может, я и знал бы больше. А стрелок после того, как в бездну канул. Подтверждений никаких. Единственная зацепка это сведения об Икс-лабораториях, но их кот наплакал. И как я понимаю, тебе придётся заняться этим вопросом. Да, ты прав. А что тебе известно про Икс-лаборатории? Ну, есть кое-что. Всего точно известно о 10 комплексах, помеченных индексом Икс. Это Икс-1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18. В некоторых из них мне даже пришлось побывать. Некоторые даже располагаются здесь неподалёку. А про лабораторию Икс-9 у меня есть кое-какие сведения. Держи, думаю, они пригодятся тебе. Благодарю. Думаю, мы сочнёмся ещё с тобой. А я займусь поиском остальных сведений. Так кто же ваш шпионов разбирает? Сам поди, не так шифруешься. Ладно, удачи. Так, и где? Вот оно. Носитель с данными по лаборатории Икс-9. Малоизвестный комплекс, в котором работали научный персонал, состоящий от части не из первоначальных научных групп, а из части сотрудников, работавших в секретных оборонных НИИ. Известно, что их целью было создание супероружия, основанного на энергоэлементах. Единственная их разработка стала изделие номер 62, который был назван Гаусс Пушка. Долгое время проект простаивал, единственная их проблема была недоработка энергобатарей. А так как проект хоть и считался в некотором плане успешным, но он потреблял большую мощность для зарядки таких батарей. Проект в 2004 году было решено закрыть. Часть персонала направили обратно в оборонные НИИ, а часть отправили в остальные лаборатории. Руководители проекта направили в комплекс ИСА... Руководители проекта направили в комплекс ИКС-1 вместе с образцами оружия, с целью их дальнейшей самостоятельной доработки. Понял, принял. Так, пойдем сдадим кардану всякие штуки. Ммм, здорово. Противогазы примешь? Они мне не нужны. Ствол держи. Ну и артефакты. Ну, наверное, все. Чтобы уж точно добить, я рад. 83 детали. Сюда лут. Где мой СГМ-достижение? Вы заработали признание техники на затоне. Теперь техник будет делать любую модернизацию и ремонт по заниженым ценам. Кайф. Достижение получено. Первая досяга, ребят. Поздравьте. Жестко. Ну-ка, почем чинишь? Блядь, это со скидкой? Ну ладно, допустим. Что-то много мата сегодня. Надо закругляться. О, тут же есть грейд имбовый. Добавленный СГМом практически для всего. Типа, ну там все боевые характеристики повышает. Но я с винторезом надолго, поэтому давайте сделаем. За 15 тысяч. Не знаю, сколько оно без скидки, конечно, стоило. Тут так же можно сделать, но я, наверное, не буду. Вообще не буду ее грейдить. А вот дробовик можно попробовать. Давайте мы тоже прокачаем урон, потому что на вепре или сайгу я нескоро пересяду. Минус массу. Ну да, видите, цены такие, типа, ну, обычно там как? Такие ровненькие цены. 3 тысячи, 3 500, там, 2 150, а тут вот 1471. То есть оно в процентажном плане понижено. Так, надежность плюс 10 и емкость магазина еще. Давай херанем. Ну и нужно зарядить пушки. Так, нужно купить патронов. И, собственно, можно идти спать. Кстати, смотрите, количество деталей стало 80, а было 83. То есть это максимум, больше нельзя, наверное. Или там и не было 83, но вроде было. Че по артефактам на заказ? Глаз, пузырь, пустышка. ББ. О, нахрен я вообще к бороде пришел? Если патроны продаются у вот этого молодого человека. О, Сева. Почем? 40 тысяч, понимаю. Давай мне вот этих патронов. И отправляемся спадки. Наверное, пойду сейчас на лесничество к бандитам, заплачу 10 косарей, достану Ингрэм. О, на Янове мне боеприпасы поставили. Добуду Ингрэм. Ну и, наверное, на бандитов начну работать. Надо же группировки проходить. Ну, точнее, их сюжетные квесты. Правильно, правильно. Так, или нет смысла с собой руку контролера таскать? Ладно, не буду. Я буду знать, что они у меня есть и все. Так, носитель скинуть не могу. Немножечко таблеток поскидываю. Ну, барвинки все можно скинуть, они мне нахрен не нужны. В водянушке оставим. Это че? Кошачий глаз. Капец, у меня уже бинтов накопилось, да? Синеньких. Я думаю, можно ими пользоваться уже полноценно, а красные пока сложить. Потому что у меня прям слишком много бинтов. Я даже часть из них скину. Вот, использованные... Ой, блин, использованные аптечки сюда же, сок сюда же. Таймер мне не нужен. Немного гранат скинем тоже. Ну и вроде бы все. Так, теперь. Что мы делаем теперь? Ну, пойдем к бандитам. Начнем на них работать. О, опять Роблокс. Кайф. А теперь это треугольник иллюминат. Вот сейчас будет его, видите, слева. Интересно, раньше вообще такого бага не встречал. Причем, как я понял, это вот в модах там на атмосфере, которые сделаны, да? Или это не атмосфер? Отчего это? А сколько был урон дробовика до этого? 90? Ровно? Или 95 все-таки? Я что-то не могу понять, урон повысился или нет? Я же вроде апгрейд сделал. Кстати, только сейчас заметил, что состояние дробовика можно буквально в реальном времени отслеживать. Там вот под показателями урона и дальности полосочка зеленая. Ну-ка на кабанах проверим. Жирные были тогда кабаны все-таки или нет? Ладно, эти тоже довольно жирные, но я с ними побыстрее расправился, как будто бы. Так, ну что, братва, я готов вам занести 10 тысяч. Вот это толковый пацан. Ну что, с катертью дорога? Ой, блядь, химические осадки. Какие химические осадки? Что-то я много сегодня матерюсь, да? Ну точнее, я один мат использую. Ну что-то он уже все приелся к моей речи. Это плохо. Так, Вентус Инграм, ты где? Ты что тут сидишь? Нормально я вообще? Ну где-то он там на крыше, походу. Ну ладно, на крыше пока впадло. Кто у нас тут есть? Есть телохранитель, которому мне нахрен не нужно. Есть торговец, в котором мы заглянем. Ну и есть главный, собственно, мужик. Давайте с ним мы и побазарим. Начинаем, так сказать, нашу, этот, злодейскую арку. Ага, ага. Интересно. А, что-то они ничего не предлагают. А жаль. Ладно, ГОК торговцу. Вдруг выключи радио, кстати, да. Мне бы поторговать. Что у тебя есть? Арсенал. Хеклер Кох, Эшка, МП5Н, ФНФАЛ, ДСР1, Сапсоник. Хуяси. А, что еще есть по бронекостюмам? Бронекостюм Рейдер и экзоскелет бандитов. Но экзоскелет бандитов я точно не хочу. Я бы, наверное, хотел, опять же, либо рассвета, но рассвета как будто бы... Блин, тут химоза долбит. Но рассвета как будто бы, ну, банальненько так довольно-таки, да? А с другой стороны, а что еще взять? Найти укрытие. Такая-то чем не укрытие? И что, мне реально сидеть тут ждать теперь? Походу, придется ждать, блин. Поспать не могу, потому что я недавно уже спал. Ой. А что мне из интеря выкинуло? Из ПДА, точнее. Ладно, посижу, поковыряюсь пока в ПДАшнике своем. А ч... что? А когда я 226 артефактов успел найти, можно вопрос? Походу, что-то считается артефактом. Что-то, что не должно. Странно. 226 артефактов, охренеть. Не было такого. Это все неправда. Статистика. Чего мне интересно? Ранг ГГ 339. О, 1000 электронных денег. А когда успел? Токсины надо, кстати, вывести. Давайте выведем немного. Группировка отсутствует. Изучено тактик. 14 из 84. Хедшотов 92. Надо 300. О, пройдено СГМ квестов и квестов Геонезис аддона. 11. Блин, а почему их объединили? Я бы посмотрел, сколько я конкретно Геонезисов, ну, квестов выполнил. То есть, смотрите, 110 квестов, да? И ебать, я только 11 выполнил. То есть, сколько еще контента впереди? Еще и в 10 раз больше контента впереди. СГМ тайников 111. О, все. Найс. Дождь закончился. Но что-то мне никто не дает здесь работу. Странно. Или может это будет доступно только после того, как я отработаю долги у Султана? Хрен его знает. Так, ну а Вентус Инграм у нас походу наверху где-то. И нужно будет сейчас думать, как залезть. Можно забрать здесь парочку халявных тайников, которые я помню из оригинала. Классно. Так, Гаусс батарейки забрал. Аптечку использую. А, тут же Спас лежал в оригинале. Его на Чейзер заменили, походу. Еще один тайник, помню. Плюс на этой базе по-любому есть какие-то СГМ тайники, что тоже не помешает найти. Так, ну это у нас тайник из оригинала. Ну, сейчас буду лазить по базе, что. Смотреть, что тут есть. Чего тут нету. Он на аномалию какую-то рандомную напоролся. Специальный бинт. Жесткий тайник, невероятный. Ладно, он даже тайником не считается. Но это забавно, как реально иногда просто шмотки разбросаны вот так вот по единичке. Где попало и все. О, я помню, в каком-то моде ты отсюда путь начинаешь, типа перелазишь. Ну или не прямо здесь, но вот что-то такое было. Да в Мизери, по-моему, в каком-то из Мизери так начинаешь. Либо я путаю. Мизери, кстати, есть в планах. Ну, я думаю. Я вот не знаю. Ну, точно не после СГМа. Потому что СГМ, по факту, это Зов Припяти, правильно? Только дополненный. И Мизери, ну, это Зов Припяти только усложненный. Причем я Мизери до конца никогда не проходил. Я много раз стримил. Ну, как много? Ну, раза 3-4. И что-то на Юпитере у меня игра заканчивалась. Дальше я как-то забрасывал. Что-то грустно по СГМ тайникам. Ну, по крайней мере, я ничего не нахожу. Возможно, конечно, это я просто такой кривожопый. Ну, что поделать, родился таким. Так, ладно, давайте будем думать, как подняться наверх. Можно попробовать через вот эту шляпу. О, там, кстати, есть СГМ тайник, лол. Просто увидел. Ну, тайник такой, конечно. Очень-не очень. Так, наверное, надо попробовать забраться на чердак вот этого здания. И оттуда как-то попасть на крышу. Типа вот тут вот, например, как-нибудь, да? Можно? Или нельзя? Конечно, можно. Почему нельзя? Опа, паркурчик. Что есть? Что-нибудь здесь? О, имеется. Так, воспитаты собаки, научная аптечка, импульсная граната. Это граната, благодаря использованию фрагментов артефакта Снежинка при взрыве, создающая электрополию, убивая любую живую цель. Созданная группировка Монолит для операций, где лишний шум не нужен. Ну, вот это реально имба. А водянушка будет? Миша Белусов, ты тут? Ты смотришь это видео? Представляете, у меня вот есть подписчик, который каждый страниц заходит и пишет Водянушка имба. Это вот СОП-22 пошло. Я его запомнил. На всю жизнь, наверное. Так, там война какая-то, не буду вам мешать. Ну, а вот и наш Инграм. Сюда я не залезу, да? Или все-таки есть варик как-нибудь? Простите мне мою хитрожопость, но я решил в Домрекорде посмотреть, есть ли тут вообще что на крыше. И вот у меня возник вопрос. А что? А как? А почему тут вообще что-то растет? Это максимально странно. Ладно, спрыгиваем. Ну, короче, работа на бандитов нам пока не светит. Поэтому, о, давайте я подберу лут. Возвращаемся. Надеюсь, в будущем второй раз за проход с меня не потребуют. К Ною, кстати, можно забежать. Может, он что предложит интересного. Так, здорово. Я насчет работы. Вот трофейный Инграм АК-10. Ага, вот и заказ мой подоспел. Спасибо тебе, Сталкерс. Меня прочитается. Ну, такая слабенькая награда. Отлично. Есть еще работа? Да, есть такие заказы. АК-47 и Мосберг. Ну, давай по порядку будем делать АК-47. Принято. А теперь слушай мои требования. Заказ, который ты мне принесешь, обязательно должен быть в отличном состоянии. Если он вдруг будет поврежден или изношен, обязательно обратись к ближайшему механику, чтобы он исправил положение. А также ни в коем случае не пользуйся найденным заказом во избежание поломки или износа. Если придя сюда за тем, чтобы вернуть мой заказ, ты меня здесь не найдешь. Знай, я, скорее всего, выполняю чей-либо заказ. И обязательно через час-другой буду на посту. Так что дождись меня. И, наконец, вот координаты. Отправляйся на Юпитер. Все понял. Ну да, АК-47 это на Юпитере. Это я помню. Блин, а Мосберг интересно где? Вот Мосберг я не помню где. Может, надо было Мосберг брать? Ну ладно, что взял, то взял. Так, что делать будем-то, дамы и господа? Ну, можно пробежаться вот по этим аномалиям. В том числе заглянуть в пещеру. Отыскать КПК второго друга Кардана. И уже принести ему эти два КПКшника, чтобы сразу квест закрыть. Ну и, наверное, к Ною надо слазить реально, посмотреть, что он там вообще. Чем живет, чем дышит. Как дела? Тем более, что это за пси-зона? Тем более, нужно ночные звезды искать. Не забываем об этом. Здесь они вполне могут оказаться. Ну, хотя бы одна. Ну, а вот и она, кстати. Еще писали, что какая-то ночная звезда есть на Юпитере. В СГМ-тайнике вроде бы. Но я пока не проверял. Ой, ненавижу эту аномалию, но надо сюда слазить. Привет, вы кто? Эх, ты не Петруха. Петруху, к сожалению, убили. Это мы все прекрасно знаем. О, там СГМ-тайник. Вывалилось говнище. Уходим. Так, ну СГМ-тайник надо забрать. Это 100% инфа. Ну, тут такие, конечно. Шмотки лежат. Но я на большее и не рассчитывал. Так, сгоревший хутор. Твою мать. О, авантюрный схрон с гранатами. Идем на сгоревший хутор. Да что это такое? Просто посреди камышей какой-то очаг огня. Привет. На нах. Ну, плоти просто стычки теперь улетают. Но раньше они не улетали. Занее по-любому дэмэдж повысился. Ну да, на самом деле урон, который тут есть, это вообще далеко не предел. То есть мне интересно, сколько в цифрах... Ну, вот если у оружия полная полоска урона, да, сколько в цифрах там будет. Или оно как-то иначе. Ну вот у винтореза намного меньше полосок, но у него урон 65. Наверное, все-таки тут у СГМ освоил какой-то дэмэдж. И полоска как-то, не знаю, бустит или не бустит. Но как-то по-своему работает, короче. Я думал, они в синергии, эти две механики работают. А всей видимости нет. А может и работают, а я просто не понял. А, винторез на сгоревшем хуторе забери. Сейчас заберу. Блин. Блинский. Детектор сел. Ёкарный бабай. Как же он быстро садится? Это просто кошмар. Я не знаю, у меня было два аккумулятора и еще один аккумулятор большой. И село просто. Ну, я, конечно, понаходил артефакты. Но, блин, все равно как-то кисленько. Серега кислый, знаете, такого? Хе-хе. Кристальчик. Не, ну ради кристальчика в жопу не хочу разряжать детектора. Полезли в пещеру. Там есть шанс что-то поинтереснее найти. Как минимум выверт. Надо только вспомнить, через какую дыру залазить. Где там этот заскриптованный выверт. Хотя, может, мне не нужно выверт. Может, он что-то поинтереснее есть. Так, на секунду достаем детектор. Ай-яй-яй, давай-давай-давай. Засвети, засвети. Ну ладно, ломать дерьмище. Хоть что-то. Ну и, естественно, обыскиваем баржу. Тут у нас комбинезон заря прокачанная. Флешка баржи, кстати, с тайником. И КПК баржа. Между делом меня разорвало в аномалии. Из-за того, что у меня появился перевес, и я не смог выбежать. О, кстати, из-за того, что я перезагрузился, сбилось сообщение. Так, тут попытаемся сейчас затерпеть и побежать. Нормально. Все, я вышел. Так, ну раз уж мы рядом со Скадовском, то пойдем отнесем КПКшники. Ай, блин. КПКшники Кардано. Все время я хочу сказать Кайдан. Не знаю, блин. У них одна буква всего различается. Но вот у меня это какой-то брейн-лак порождает. Ну и, может, куплю аккумуляторы. Кстати, Хабар-баржа вот тут под мостом. Надо будет тоже сгонять. Чуть сегодня серия по квестам такая какая-то филерная получается, да? Ну ладно, я все равно много важного сделал. Че по деньгам электронным? 1026, блин. Это я, то есть, с баржи 26 рублей электронных залутал. Это ж сколько я 3000 копить буду? Охренеть. А тут же, наверное, можно будет переводить реальные деньги в электронные или нет? Вот надо посмотреть. Такая услуга есть у этого с камеры вонючего? Обмен. Да, да, можно. Вы выбрали обмен электронных денег на наличные рубли. А, нет. А можно наоборот? Один электронный рубль 61 копейка наличными рублями. То есть, у меня, грубо говоря, в обычных деньгах 6100 сейчас лежит, да? Нормально. Хранение и обмен. Не, деньги я оставлять не буду. Блин, нельзя обменивать, слушайте, на электронные. Ну, либо я не разобрался. Так, а что ты хочешь? Пузырь, снежинка, грави. Не, у меня такого нет, сорян. Ну, теперь я, наконец-то, смогу артефакты продавать, а не просто складывать в ящик. Непонятно зачем, непонятно для чего. Кстати, давайте, наверное, продадим данные артефакты бороде. Ну, кроме ночной звезды. Вот, 8000. У меня 16. Посмотрим, почем будет стоить сделать батарейку прокачанной. Я вот не знаю. А, нет, это третий тип аномальности. Все, забейте. Это надо в бункере ученых это все делать. Анлакис. Так, Велес, пусть тут лежит. Ну, ночную звезду, ладно, буду с собой таскать. Зарю. Зарю можно продать. Или она лучше? Она лучше, чем моя броня, кстати. А по переносимому весу? 5767. Ой, нет, на целых 2 килограмма. И тут пулестойкости еще и меньше. Но она, конечно, прокачана. Но не, я продам. Буду уже в своем этом ходить до конца. Не, патрон дешевый. Не вижу смысла их продавать. Я их лучше вот сюда скину. Так, ну, нормально. Подразгрузились. Пивко скинули. Заначку потихонечку собираем. Уже две бутылки есть. Починимся. Ну и расскажи про шутника и баржу. Что дальше? Я нашел кпк с глини баржей шутника. Пока. Все. Квест сделали. Ну, что? Идем за хабаром баржи. Проверяем коготь. И идем к Ною. Вот такой у меня сейчас план. Но это уже, считайте, скоро конец серии. Если Ною ничего не предложит, будет, конечно, грустно. И придется в следующей серии возвращаться на Юпитер. Потому что, как оказывается, все-таки пока на затоне не так уж и много дел прибавилось. Но все равно надо было. Надо было уже добить детали. Немножечко прокачаться. Утилиту хакерскую получить. Я, на самом деле, только ради хакерской утилиты и возвращался. Ну, не то чтобы только, но это такая жирная причина была. Потому что сколько я убил народу на Юпитере, да? И все это время я не улутал с них электронные деньги, которые мне очень даже нужны. Так, что тут? Тут у нас мешочек с деньгами. Используем сразу. Получаем 1528. О, две, две, блин, две грави. Два артефакта грави. Один можно бородец дать. Аптечки. Это что? Стальной шлем. Ирпшки. Ну и персональный рюкзак, который позволит нам свой тайник заложить. Но я не думаю, что мне нужна эта фича. Мне, в принципе, хватает хранилищ на базах. Если в когте сейчас опять ничего не будет, я эту аномалию уже конкретно вас ненавижу. Вот хорнивей открыла мне глаза просто. Насколько же аномалия коготь говнища? Ну, по крайней мере, я не знаю, либо мне не везет. Ну, раньше же что-то находил. Может, удал... А, ага, куда я пошел-то, блядь, без аккумуляторов? Ёб твою мать, я забыл про них. Ладно. Сделаем вид, что я не планировал идти в аномалии. Сделаем вид, что это не я забыл аккумуляторы, а так получилось. Насколько я помню, в сгейме у Ноя есть квест на волну мутантов. Интересно, когда он открывается? Вот сейчас и узнаем. Хотя не уверен, конечно, что я хочу прямо сейчас проходить волну мутантов. Она все-таки довольно долгая. Ни хрена себе. Я помню, как он мне настучал дверью в сгейме. Понял. А, уходи отсюда, я сейчас занят, готовлюсь к твоей волне мутантов. Понятно, с ним вообще говорить нельзя. То есть, это мне потом кто-то наводку на него даст, да? Ну, что тогда делать? Возвращаться на Скадовский, через проводника лететь на Юпитер, делать дела там. Благо, они есть. Ну, а на Юпитер мы перенесемся уже в следующей серии. А, или нет, подожди. Я знаю, что мы сейчас делаем. Мы поспим до ночи. Ну, до ночи. До ночи. И подойдем к информатору по поводу набора для спайки и гранат. Посмотрим, куда там вообще надо идти. Примерно прицелимся. Блядь. Пока не заканчиваем. Пока рано закрывать видос. Не надо. Или ты уже? Ну-ка. Не. Правда, я не знаю, до скольки спать. Сделаю сейф. Допустим, до часу ночи. Ну, мне кажется, это такая золотая серединка, не? О, майор, зайди ко мне. Думаю, у меня есть то, что тебя заинтересует. Иду. Я по поводу нашего дела. Ну, нашел то, что я просил? Да, вот, держи чертежи. А теперь по поводу инструментов. К сожалению, прямого выхода у меня на местных наемников нет. Но точно удалось установить, что они и вправду обширивали упавшие военные вертолеты. Все барахло, что они успели стащить наверняка, либо где-то на станции переработки отходов, либо у цехов подстанции. Больше по поводу инструментов ничего накопать не удалось. Ну что ж, премного благодарен. Вот твои деньги, если что, я к тебе загляну. Папка с чертежами. В этой папке находится различная информация, а также чертежи, необходимые для усовершенствования гранат. Понял. Давайте немного продадимся. Так, а что получается? Мне нужно к наемникам на цеха подстанции явиться. Может, они что расскажут? Так, давайте Бороде сдадим грави еще. Я могу продать тебе грави. Изи. На тебе вот еще сверху. 40 тысяч этого у меня. Так, что, есть какие-нибудь свободные сталкеры, которые меня проведут? Блин, ночь же. Кто-то идет на базу. Прилечу к наемникам, посмотрю, что к чему. Я сделаю тоже опять сейф. Если что, на нем отгружусь. Если у наемников ничего нет, то я с этого сейфа стартану в следующую серию. Привет, брат. Чем сейчас занимаешься? Мне нужно в одно место. Цирк. Пойдем. Диалогов нет. Значит, надо обыскать базу. Но будем надеяться, что они прокнули здесь. Они на станции переработки отходов. О, вы решили не подбирать мои аптечки, да? Просто их в стопку сложить такую. Интересно. Но что-то я у них ничего не вижу. Блин, короче, они, походу, гарантированно спавнятся на именно станции переработки отходов. В этом плане нет вариативности. Мне просто вкинули, что, ну, возможно, на сахах подстанции. Ну, ладно, я не могу закончить серию без этих инструментов. Поэтому давайте мы их найдем все-таки. Давай, веди меня еще раз. Только на этот раз в другое место. Станция переработки отходов. И далеко не уходи, потому что я хочу еще обратно на скадовск вернуться. Че? Ладно. Допустим. Меньше всего, конечно, хочется воевать с наемниками ночью. Ну, тут уж, как говорится, по вспышкам бей. Больно они стреляют-то. Обходим их. Попробуем пойти на сближение. Тем более, кстати, это лишние электронные бабки. Мне такое надо. Епать втащили, охренеть. Не удалось мне все-таки обойти их. Но надо крюк побольше сделать. Я как-то рано высунулся. Сталкеры, вы, главное, держитесь. Хотя, мне кажется, им кранты в любом случае. А, кстати, у меня после полной прокачки винтореза, ну, того грейда особенного, 25 патронов стало. Было же 20, не? Да твою мать. Что это за аномалии предательские? Психодаленчика бахнуть. Так, все, наемники меня не видят. Я иду на сближение. Нормально, он мне впендюрил. Я пока оправился. Да я даже оправиться не успел. Он мне еще впендюрил. Блин, так нечестно. У них глушителей, вспышек нет. Как по вспышкам бить-то? Блин, ночной прицел. Он, если честно, ни хрена особо не дает. Я все равно ничего не вижу. Хотя, если вглядеться, то, может, что-то и увижу. Сталкеры, судя по репликам, до сих пор живы. Напугал, гад. Так, еще кто-то жив остался. Сейчас я тебе граната. Кранты тебе. Кранты тебе. Ну, наверное, они имели в виду наемников, но в итоге кранты пришли мне. Нормально, я спрыгнул прям на лицо челу в ТБ. Ладно, сыграем более сливого. А вот гранату. А вот гранату, кстати, реально. А кто кинул? А, это у наемников реплики, как у сталкеров. Я думал, это сталкеры там все гранаты кидают. Ха. А это от наемников мне прилетело. Но в этот раз я буду первым, кто кинет гранату. Так что, я бы на вашем месте так не радовался. Никого не убил, но покоцал, судя по звукам. Минус два. Еще один где-то здесь. Блядь. Я его вообще не вижу. Кошмар какой-то. А если еще одну гранатку? А? Лови. Готов. Ранг повышен. Ну, вроде всех завалил. Сталкеры, походу, не пережили. О, нифига. Каменный цветок. На халяву. Извлечены электронные деньги. 14 рублей. Ёк, харный бабай. 13 рублей. Вы серьезно? Это ж сколько мне копить нахрен? Ну, конечно, да. Тогда с другой стороны, можно было бы очень просто обычные деньги обузить. Типа, условно, там тысяча, да? Это, считай, 6-100 в валюте обычной. Если бы с них пассатенчику каждый раз падало. Да, блин, да пассатенчику если бы падало. Блин, я все равно долго фармил. Ну, как будто бы все еще было адекватно. Типа, 600 рублей. Условно, наемника снял неплохо, да? Ты че? Понятно. Застыл. Ну, наверное, с каких-то боссов падает, типа, побольше электронных денег. Наверное, с условного волка, если бы у меня были хакерские утилиты на тот момент. Упало бы, наверное, много. Ну, это хотя бы было бы логично. А может и нет. А у них там музончик рубает до сих пор. Ладно, вроде бы обыскал. Ничего нового. А, некоторые трупы уже исчезли. Так, мне, по-моему, надо вниз. И вот тут где-то уже искать эти самые инструменты. Я, правда, хз где конкретно, но... Но я их так и не нашел. Либо у них миллион вариантов спауна. Ну, тогда придется просто базу проверить все. Ты меня пугаешь, блин. Я каждый раз думаю, что тут настоящий наемник живой стоит. Тут телепорт какой-то. Боюсь пока в него заходить. Че еще выбросит меня в какую-нибудь жопу? Ладно, я рискну. А, нихрена себе. Меня выкинуло сюда. И при этом мое оружие... Вот оно. Я не знаю, почему оружие выбросило, конечно. А, вот они, походу. Или че это? Нет, это просто инструменты для грубой работы. Я на рандом вот так нашел, представляете? Забавно получилось. Забавно, но приятно. И че-то я пока все равно не нашел для спайки гранаты инструменты. О, жесткий тайник с антиран... А, ну реально тайник, слушай. Ладно. Блин, я думал... Зашел, вышел, приключение на 10 минут. Охрен, там плавало в итоге. Не могу я эти сраные инструменты найти. Вообще, надо поспать. Днем будет попроще как будто. Нет, блядь, я попал в ловушку. Какой выброс? Я не в укрытии. Ой, пиздец. Я вот пытаюсь найти инструменты, и тут просто посветлело внезапно. Не знаю. Кстати, пока я искал, нашел тайник с подствольником и гранатами к нему. Не знаю, проверяю канаву еще раз. Я уже просто все оббегал, я не знаю, что, где. Так, короче, херачит выброс. Я предлагаю его скипнуть. Тем более, что за скипнутые выбросы мы будем фармить достягу оригинальную. Ну и плюс ждать, конечно же, не хочется. Так, у меня есть наводка на места. Сейчас будем смотреть. Да ладно, вот они, наконец-то. Тут еще есть гемтайник. Это оно, я надеюсь. Набор инструментов специальный. Участие различные инструменты, необходимые для скрепления гранат в спайку. Кайф. Походу, это оно. Правда, что-то ни квестов, ничего не обновилось. Допустим. Ладно, на этом я закончу. Я должен был закончить серию еще минут 20 назад. Но что-то эти инструменты, конечно, покошмарили меня. Обязательно подписывайтесь на канал. Прожмите уведомления, чтобы не пропустить следующие серии СГМ. Вступайте в группу, заходите в телегу. Все есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист со всеми видео по этому моду. Если вы какой-то из них пропустили, обязательно посмотрите. А также ссылка на бусте, где скоро будут обновленные подписки. Всем спасибо. Все свободны.